До торжественной церемонии открытия долгожданного гала-концерта остаются считанные минуты. Зрительный зал полон гостей, которые с нетерпением ждут поднятия занавеса. За кулисами ведущие участники мероприятия доводят до лоска свое мастерство. Среди них Аня Трифонова и Арина Храмова. Девушки готовятся открыть своим танцевальным номером гала-концерт. В четвертый раз, принимая участие в конкурсе «Крылья», они решили отойти от классического танца и удивить зрителя новым направлением хип-хопа – стрит-шоу. Как пришла в голову идея сделать именно такой номер? Ну, как бы у нас мы больше всего занимаемся народными танцами и решили как-то сделать, ну, разнообразиться и решили попробовать современные танцы. Кроме образцового ансамбля народного творчества «Променшик», свои музыкальные и танцевальные таланты зрителям демонстрировали около 250 участников. Все они победители двух конкурсов художественного творчества «Ступени и крылья». Грандиозный концерт уже давно приобрел статус одного из самых масштабных сосредоточий талантов Брещены и сразу полюбился юным поклонникам сцены. Для учащихся учреждений образования города Бреста это, наверное, самые популярные конкурсы. Потому что здесь подводится результат работы и самих детей, и педагогов их, и все очень много желающих. Можно только, если проследить по участникам вообще конкурсов. У нас порядка было больше 250 учащихся в ступенях принимало учащихся, и 170 человек в крыльях. Поэтому вы видите, какие это популярные конкурсы в нашем Бресте. Сегодня в развитии и в предоставлении полезной занятости детям очень заинтересованы родители. И они нас очень поддерживают. И за это надо тоже сказать очень большое спасибо. Потому что только все вместе, учителя, педагоги и родители, мы сможем добиться вот таких замечательных детей, вот таких звездочек, которые вы сегодня увидите на нашем конкурсе. Победители городских музыкальных фестов «Крылья и ступени» смогут в ближайшем будущем принять участие в конкурсах художественного творчества областного, исповликанского и международного уровней. Невероятная атмосфера праздника, новые знакомства и приятное волнение. Это лишь малая часть того, что ждет потенциальных покорителей творческих вершин страны и мира. Ой, когда душа летает, ой, когда на сердце, Ой, когда снега растает страна. Виктория Дорогобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.